21 апреля состоялся зональный этап областного конкурса строя песни «Плацпарад-2022». По традиции местом проведения мероприятия стала «Аллея Победы». Команды муниципальных образований Костромской области боролись за право стать лучшими из лучших в строевой подготовке. На «Плацпарад» как на праздник – правило номер один для всех участников смотра. Поддержать, подбодрить и зарядить позитивом – правило номер один для всех организаторов. В этом году, да я бы не сказала, что она была особенная, потому что мы с этой командой с седьмого класса, то есть да, уже на протяжении пяти лет, как только им исполнилось 14 лет, я их взяла в команду и стала потихоньку готовить. Сначала на зорницу, а потом уже мы перешли вот непосредственно в «Плацпарад». Подготовка каждый год сложная, каждый год она забирает очень много сил и времени. Каждый день мы здесь на площади по вечерам собирались для того, чтобы отчеканить шаг. Выправку, чтобы все было идеально. Очень многое зависит от детей, я всегда об этом говорю. Победа, когда мы занимаем призовые места на соревнованиях, это всегда зависит только от детей. Моя задача их – поддержать их в желании участвовать, направить, помочь, научить. Все остальное зависит от них. У них, они большие молодцы, у них колоссальное желание выступать, занимать призовые места. То есть они хотят себя проявить и показать. Я давно, по опыту уже, да, многих лет подготовки к «Плацпараду», мне хотелось подогнать всех девчонок под один рост. Не только девчонок, команду, если бы, да, правильно сказать. И вот мы в том году подобрались, и получилось, что одни девочки у нас. Ну, что вот одинаково, потому что мальчики высокие. С девочками, допустим, если взять, да, в пример, Сашку Палкину, он очень высокий, ему пары нету. А тут должна быть команда, 10 человек, всех одинаково. Посмотрели, выбрали, и получилось, что у нас женский батальон. Слова приветствия на путствие произнес глава городского округа «Город Буй» Игорь Александрович Ральников. Уважаемые участники зонального этапа регионального конкурса «Плацпарад». От имени администрации города, от себя лично я рад приветствовать всех в нашем городе. Традиционно этот этап состоится здесь, на Аллее Победы, на самом святом для каждого буявлянина месте. Месте, где мы ежегодно чтим память погибших в годы Великой Отечественной войны. И, наверное, очень символично, что сегодня, вот здесь, перед бюстами героев Советского Союза, Буйской земли, пройдет молодое поколение будущих защитников нашей Родины. Это говорит о том, что славные боевые традиции нашей России живы, и Россия всегда будет побеждать. Я от всей души благодарю вас за столь активное участие в этом конкурсе, и желаю вам успешного выступления и, конечно же, побед. Спасибо вам, ребята, и, пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим праздником Великой Победы. По итогам зонального этапа областного конкурса строя песни «Плацпарад-2022» дипломом третьей степени наградили команду военно-патриотического клуба «Стяг» гимназии номер один имени Леонида Ивановича Белова, город Галич. Дипломом второй степени награждена команда детской ветеранской организации «Победа» школы номер один города Буй. Дипломом первой степени награждена команда школы номер два городского округа город Буй. Очень приятно, что участвует очень много девочек. Большое спасибо, Игорь сказал уже, большое спасибо руководителям команды. Ну и печально то, что у нас 60% руководителей команды – это женщины. Но, как правило, женщины, которые в этой команде, те команды, как правило, завоевывают и завоевывают первые места. Вообще, спасибо городу Буй. Вот так чистенький, красивый город. А вообще молодцы. У вас есть место проведения, школа. Но мне понравилась последняя команда, которую девчата прошли. Досковная щетка. В чем проблема у вас, скорее всего, это формы. Это не ваша беда, это беда всех команд. То есть от действий руководителя, от его пробивной способности где-то по связям. У нас фактически в Костровской губернии – это три таких, это два полка десантов и военная академия. Я вам сейчас подсказал, говорю, и почему, допустим, не стать по патронаже какого-то или полков десантов, или военной академии. То есть написать письмо, обращение главы администрации, может быть. Попробовать и так взять. Видно старание, видно желание. Ну это далеко, ну поэтому мы… И так уважаем на друзья. Вот что, на что обратить внимание? Да, то, что вы участвовали, это уже хорошо. Все команды смотра были награждены благодарственными письмами. Победителям и призерам вручили дипломы. Поздравляем победителей и всех участников изонального этапа областного конкурса «Строй и песни. Плац. Парад-2022». Григорий Геонкин. Спасибо.